Крымский Голливуд или снимают наши, смотрят американское. В чем проблемы современного российского кинематографа и есть ли в нем место для Крыма? На эти вопросы ответят, надеюсь, что ответят наши гости в студии Одиссея Пипе, президент фонда содействия развития науки, культуры и кино и Андрей Скрипцов, главный режиссер Крымской студии театра и кино. Андрей, а вы в кино-то вот сами когда последний раз были? В кинотеатре? Да. Ой, ну не знаю, не так уж и давно, наверное. Но вот фильм «Я худею» я смотрел точно из того, что мне запомнилось. Похудели, так скажем? Нет, не похудели, но посмеялся. Очень хорошая картина. Вообще то, что делает Николай Куликов всегда очень хорошо. Это лучший сценарист сейчас. Снял по его сценариям «Движение вверх», «Легенда 17», «Экипаж» Николай Куликов. Ну, с этим фильмом я, наверное, согласен. А в принципе, как оцениваете российское кино? Я имею в виду качество. А вот смотрите, очень все просто. 121 фильм где-то выходит в прокат в год российских в кинотеатры, 10-11 окупаются. Вот вам оценка с точки зрения зрителей. То есть не радужная, да? Одиссея. Но вот зачастую ругают зрителей. Говорят, мол, смотрят бестолковые аморальные фильмы, а отечественное кино как бы не смотрят. А ведь действительно, за редким исключением, вот как сказал Андрей, а фильмов-то толковых и нет, что смотреть? Ну, не совсем так. Фильмы есть. Ну, вот 10-11 из 150, да? Из 120. Ну, да. 10% по сути. Знаете, здесь есть комплекс целых вопросов, которые придется решать, да? Чтобы киноиндустрия была полноценная, чтобы она могла там быть импортозамещающей, как говорят. Ну, вот на ваш взгляд, чего не хватает? Что нужно для того, чтобы развить и вот плотно все-таки завоевать внимание зрителей? Ну, знаете, я скажу очень банальную вещь. Не хватает все-таки культуры. Вот. В прямом смысле. Я изучал этот вопрос. Я к этому вопросу подошел с точки зрения бизнеса. Именно с этой точки зрения. Вроде теоретически понятно, что Крым хорошая территория для киноиндустрии. Для ее создания, для развития и так далее. Еще в советское время как бы это обхватали? Она была, существовала, да. Я со многими общался. Не буду сейчас фамилии перечислять. Очень со многими общался. Все говорят, что с удовольствием снимали бы в Крыму, если будут хотя бы чуть-чуть приближенные условия к Ялтинской киностудии. А вот вы сказали, культуры не хватает. Здесь не хватает культуры кого? Зрителей или производителей, так скажем? Все вместе. И производители, и зрители. То есть одно другое порождает. Я имею в виду именно культурного подхода к этому вопросу. Вот я хочу вам пример привести. Тюминские ребята, кажется, очень они там прославились своим производством. Там, кстати, когда идет прокат, американский прокат уже мерят. Если вышел ли какой-то в прокат фильм их местный, иначе будет провал. И они ждут, пока пусть то пройдет, а потом американский. То есть в состоянии конкурировать, это уже хорошо. А зависит от ребят местных. Только это, скорее всего, не Тюмени, а Якутск. Ой, из Якутска, все правильно, да-да-да. Андрей, ну вот совсем недавно вышел фильм про Крым, Крымский мост. Сделано с любовью. Режиссер Тигран Киасаян, сценарист его, жена Маргарита Симоньян. Люди действительно известные. Ажиотаж перед выходом был огромный. Хотя, честно говоря, рейтинг в кинопоиске достаточно снизился, невысок. Вот мнения абсолютно разные. Кто-то пишет, что там шедевр, кто-то пишет, что пожалел, что посмотрел. Вот интересно ваше мнение, вероятно, смотрели, не смотрели, читали, не читали. Смотрите, вообще, когда выходят фильмы, которые могут зацепить какую-то политическую тему, там сразу надо заканчивать говорить о кино, потому что все утонет в вале критики с разных сторон, разных мнений. Как это было с фильмом «Крым», например. Или опыт фильма «Викинг». Фильм «Викинг» по разным причинам оказался не очень высокого качества по сравнению с теми ожиданиями, которые у него были. Сборы-то были большие у «Викинга». Сборы были, потому что Первый канал его раскручивал без остановки. А рейтинг у «Викинга» поиска с трудом. А вот говоря о том же фильме, допустим, «Крым», там вообще провальные сборы. Даже провальные, потому что не было поддержки ВГТРК или Первого канала. То есть поддержка? Конечно, да. Если вы хотите окупить фильм, значит, вы должны четко выстроить аудиторию, которая идет на этот фильм. Я могу кое-что об этом рассказать, если хватит на это времени. Потому что у нас решающая аудитория – это женщины, как это ни странно. Женщины решают, какие фильмы будут смотреть. Их в кино вводят абсолютно правильно. Господа, я хочу сказать, что думают не только женщины, но и, в принципе, россияне касательно кино в России. Я попрошу режиссера вывести на плазму комментарий. Господа, мы смотрим, что кинематограф в России закончился одновременно с отменой цензуры. Вполне объективно. Что экономический шаг. Пока присутствует понятие экономика в кино, финансы, никакого толкового кино не будет. И заправляют люди, цель которых, цитирую, «заработать бабло». Хорошо, я тогда отвечу на это про экономику в кино. А как же быть с Голливудом, в котором вообще отсутствует государственная поддержка? В Америке запрещено поддерживать кино из государственных денег. А мой вот здесь как раз-таки бизнесмен, я думаю, Одиссей в вашем лице. Я бы с этого и начал окунаться в проблему. Чем дольше будет бюджет в кино, имеется в виду государственное, тем хуже будет ситуация. Дело в том, что его нету, как в советское время, в советское время была же стратегия, там выделялись деньги, поручались тематика, фильмы. И цензура была в советское время. Они строили информационную политику в целом. Сегодня это сложно сделать, мы живем в демократическом обществе. Я бы начинал решать, если на самом верху есть задача, отрасль вывести на передовые, потому что почему мы уступаем вот это поле информационное западным технологам? Ну вот ваш знакомый Юрий Кара как-то заявил, что на то время, пока существуют санкции США, можно ввести ответные меры ограничительные, да, и в принципе запретить показ американских фильмов у нас в кинотеатрах, да и на телевидении тоже. Этого мало. Нужно вывести на передовую бизнес именно, чтобы заказчиком картин был бизнес, а не государство. Но заказчиком картин выступает зритель, потому что зритель заинтересованная сторона, и продюсер представитель. Ну вот знаете, мне не нравится то, что в большей степени не нравится то, что снимают отечественные режиссеры. Я зритель, я вроде как заказчик, но мне не нравится. А потому что сейчас в России, в принципе, откровенный бум продюсерского кино. То есть когда решающее слово остается за продюсером, продюсером ориентировано только на деньги. Вот как раз здесь бизнес не очень хороший. А вот возвращаясь теперь к этому вопросу. Условно дядя с деньгами готов вкладываться в кино и говорит, давайте, ребят, снимайте фильм, даю вам мешок денег, сделайте хорошо. И тут же говорит, а мне надо так, мне надо это. Он диктует свои условия, не повлияет ли это на качество. Смотрите, есть бизнесмены сами по себе, есть разные. Есть с творческим уклоном, которые имеют вкус и так далее. Но думаю, это сам рынок выстроит потом. Дело в том, что он туфту, как говорится, не будет снимать. Это его собственность, это картина, его собственность. Это не какая-нибудь непонятная площадка. И он будет стараться выглядеть на этом фоне хорошо. То есть снимать, изучать тему, спрос, да. И снимать именно те картины, которые будут востребованы, из которых он заработает. Но самое интересное, что я когда участвовал на круглых столах и тому подобных, где озвучивается проблематика, на меня просто налетают киношники. Говорят, где вы видели бизнес и творчество, чтобы они могли бы в союзе что-то сделать. Но вот ваша позиция, вы за то, чтобы кино было исключительно, существовало за счет инвестиций в негосударственных? Ну, может быть, не только это. Но это должно иметь приоритет. На мой взгляд. Смотрите, мы собственники, это и науки касается, и культуры в целом, да. Если я сегодня возьму технологии какие-то, оплачу, чтобы произвели технологии. Уникальные какие-то, да. Я же собственник, я сделаю так, чтобы оттуда мне будут предлагать продукцию инновационную. Я ее сам предложу, как собственник, и не только нашей стране, и за рубежом. Так же и в кино. Не вижу в этом никакого утопия, потому что, тем более в Крыму. Тут же пример наши якутские товарищи. Кстати, и Татарстан. Тут же пример. Они и здесь уже начинают... Андрей, если говорить вот об этом примере, который привел Одиссей, да, о том, что в негосударственные инвестиции участвуют в создании кино, вам, как практикующему режиссеру, насколько это было бы удобно. Смотрите, во-первых, надо четко разделить вещи, связанные с тем, почему мы проигрываем Западу. В России, в принципе. Потому что рынок голливудского фильма, это 2 миллиарда зрителей. Нам не надо выигрывать у Запада, нам кино бы хорошее снимать. А мы... Хорошее кино, это хорошие деньги. Понимаете? То есть, если у вас аудитория 2 миллиарда, а у нас 200 миллионов, то мы в 10 раз имеем меньше бюджета. Ну, изначально просто. И поэтому мы должны, как говорится, выкручиваться. Что касается фондов денежных привлечений, нельзя убирать такие вещи, как фонд кино и фонд культуры дебют, например, дает. То есть, начинающие режиссеры, они должны получать деньги, чтобы снять свой первый фильм, иначе им никто никогда не даст этот фильм первый снять. Что касается в негосударственных фондов, которые будут инвестировать деньги, да это было бы прекрасно, блестяще. Только где они? Я пока много примеров не найду. Где деньги? Возникает вопрос. Где деньги, да, Перешев? Я как раз вот в этом разрезе очень хорошо, Андрей, как бы сказал, направил. Вот как раз таки с этой целью я лично создал фонд. И сейчас стремительно, как бы быстро, чтобы не терять время, вхожу в всякие деловые отношения с другими фондами и так далее. Как раз таки, чтобы заполнить вот этот вакуум именно с ребятами, которые имеют... Я не один. Оказывается, такие полу, как бы сказать, единомышленники, они есть. И с деньгами, и бизнесмены серьезные, которые... Да я бы с удовольствием хотел бы украсить территорию, где я нахожусь вообще. Если будут фильмы о Крыме, мы можем собрать энное количество миллионов для... Ну, мы вот знаем вас всех как крымского бизнесмена, человека, который, в принципе, пропагандирует, да, крымскую направленность, крымскую тематику и хочет снимать кино о Крыме. Но вот я часто слышу фразу, у нас есть замечательная ялтинская киностудия. Но, господа, что с нее проку, если она вот по-прежнему находится в стадии все ценное вынесли? У нас была замечательная ялтинская киностудия. Была, вот это правильно, в прошедшее время. А где база, база, где братья? Я расскажу, почему это немножко не сегодняшний вопрос. По оценке экспертов с государственной стороны, да, там, чтобы дело пошло, 4 миллиарда и так далее нужно, да. Это очень большой корабль, который очень сложно запустить в плавании. Я думаю, что пока надо бизнес запустить, они мелкие, быстрые и много чего могут сделать. Пока все это будет. Я не говорю, что что-то там неправильно кто-то говорит, но это долгая история. 4 миллиарда, извините меня, на дороге не валяются. Но вот якутский опыт, знаете, почему выстроил якутский опыт? Вот очень интересный опыт. У них есть два плюса, которые помогли им даже в своем регионе, они в кинотеатрах действительно конкурируют со своими фильмами с западными аналогами. У них есть два момента. Первый момент, их поддержала региональная местная власть. Достаточно богатый регион, убедили руководство региона, они в них влили деньги, они начали давать продукт, который начал окупаться, приносить деньги. И второй момент, которого у нас вообще нету, это особенность региональная. Там есть якуты, которые хотят смотреть фильмы про якутов, им это интересно. И про якутов больше никто не снимет. А почему тогда мы снимаем отработанные, обкатанные сценарии голливудские, зачастую просто украденные даже? Украденные нет, они покупают просто франшизу. Это не украденное. Кстати, я могу сказать, что сериал Воронин, мировой рекорд поставил, в книгу рекордов Гиннеса вошел, как самый долгоиграющий адаптированный сериал в мире. То есть снимаем западный сериал. Даже круче Санта-Барбары? Нет, адаптированный. То есть чужой, из чужой страны взяли. Кстати, Санта-Барбара не самый длинный сериал в мире. Есть, по-моему, Долгий свет называется, с 37-го года по 2009-й снимали. Там вообще пробка. Господа, ну у нас не так много времени. Успею еще, может быть, знаете, что сказать. Вот еще долго принимаются решения. Вот когда мы говорим о опыте Якутском, да, там и власти, и народ, и люди, там все как бы за, да, как фан-клуб большой, да. У нас дело в том, что в 17-м году было поручение президента отработать профессиональные, именно со стороны исполнительной власти, кинокомиссии и закон о ребяти. Ну, подготовка, то есть, чтобы улучшить развитие этой отрасли. Но уже у нас на носу 19-й год. А я вам сейчас расскажу, не только расскажу, но и покажу, как работают, по сути, эти комиссии. Да, если можно на плазму опять вывести там по дотациям, да, есть материал. Вот верхушка айсберга, дотации на съемки. Мы уже видим, нам даже схему обогащения раскрывает. Получаем дотации, запихиваем фильм рекламой, отбиваем кассу, пилим большую часть средств, снимаем на остаток, даем откат комиссии, пиарим через соцсети, обогащаемся еще раз. Нет, нет, я считаю, что вот эта информация, может, она, конечно, есть и так далее, но не стоит туда уходить. Это все негатив. Было бы неплохо озвучивать другую информацию, инициативы, если они есть, озвучивать их. Именно по реализации хотя бы поручений президента. Понимаете, здесь нужно привлечь зрителя. Которые продуманы. Андрей, ну вот смотрите, грамотной культурной политикой та же Франция, да, она активно привлекла французов смотреть именно их кино. В Германии немцы смотрят свое кино. Про Индию вообще разговоров нет, там, Болливуд, это их все. Вот почему у нас вот так вот? В чем причина? Франция сделала очень классную вещь, которую не грех бы сделать и нам. Они постановили, не более 50% голливудского кино должно идти во французский кинотеатр. То есть запрет. Да, ограничение. Это то, что вот предлагали уже. Противовес нашему 80 на 20. Нет, нет, вот 50% это нормально. Это позволит отсечь некачественный голливудский шлаг. А хорошие голливудские фильмы, мы должны их смотреть, почему нет, они же хорошие. И тогда у тебя будут отечественно-российские фильмы в кинотеатрах, и тогда на них будут ходить люди, и тогда они будут приносить деньги обратно, и тогда можно будет заниматься производством. Если кинотеатров хватит, потому что вот другая проблема, для сравнения, вот в Союзе было 25 тысяч кинотеатров, в США сейчас 55 тысяч кинотеатров, а в России, как думаете, сколько? Мало, у нас же доктор. Две с половиной тысячи. Я хотел бы маленькую сказать такую ставочку. Вот когда мы говорим о голливудских фильмах и о других, которые не крымские или не российские, здесь надо быть аккуратным, потому что если сейчас какие-то сильные люди поймут, что, да, например, давайте выгоним тех, давайте наше. Дело в том, что может умереть отрасль кинопроката вообще, нечего показывать будет, и кинотеатры будут умирать, ну если они частные, я имею в виду, они в основном сейчас частные. Они частные, все. Да. Поэтому здесь очень мягкая должна быть работа. Надо сначала создать инструменты развития киноиндустрии в целом, а потом уже думать о влиянии. Он не боялся за смешки театров, им владеет Орнер Бразерс, там, компаниями типа КАРО, прокатами. Не разорится Орнер Бразерс. Он приводит сюда, там, вторых... Массовку нет, массовку берут здесь. Ну, слава богу, массовку здесь берут. Вот неужели нельзя каким-то образом хотя бы как-то привлечь специалистов крымских, если они есть? Вот я сейчас как раз-таки скажу, как раз-таки вот если бизнес начнет ориентироваться в этой сфере, да, и он начнет потихоньку создавать для себя благоприятные условия, чтобы заработать вот в этом непонятном водовороте, да. Ну, возьму, не вскрою я себя, Тавридафиль, да, компания. Сейчас уже обеспечено оборудованием, транспортом, камерами, там, всякими светом и так далее, чтобы предоставить услуги одновременно снимающимся картинам 3-5. Мы с Черноморской кинокомпанией Геленджикфильм сейчас скооперировались, и вот со следующего года готовы будем выступать уже перечень оборудований и так далее. Это тоже тяжелый шаг, потому что пока нам доверят, пока они проверят, то есть... Но, думаю, что в Крыму это будет, одной компании мало, но какую-то часть мы можем покрыть, чтобы люди сюда не тащили свои обозы. Российский кинематограф. Они едут с камерами, с дизелями вот этими для сферы. Нет, они с удовольствием вот это брали. Андрей, ну я хочу сказать, мы вот с Одиссеем были на одном киношном мероприятии, да, там был круглый стол, поэтому вопрос задам не Одиссею, а именно вам, да. Вот касательно того, что у нас действительно есть специалисты, есть актеры, да, ну какие-никакие специалисты, да, я имею в виду, тем не менее, есть. С опытом действительно здесь снимают фильмы, они успели наработать какие-то навыки, знания. Почему везут своих с Москвы? Ну, это же, во-первых, когда мы говорим об актерах, значит, актер, который работает в театре, как правило, не может работать в кино. В силу особенностей работы актера. Он на зал в театре должен кричать так, чтобы было на последнем ярусе слышно, а когда мы проводим наши студии театра и кино, инсайд-кастинги, приезжает московский режиссер, приходят актеры там русского театра, и я через каждого второго слышу, не кричи, не кричи, не кричи, не играй, не наигрывай. Театральный актер не всегда годится для работы в кино. Я сейчас говорю, наверное, в большей степени о специалистах, да? О каких? Какие у нас есть специалисты? Условно, второй режиссер, это может быть звукооператор, это может быть там помощник оператора, ассистенты, хлопушки. Со звуком это ужасная проблема, я не могу найти хорошего звукооператора вообще нигде для наших проектов. Где вы видите, у нас их много звукооператоров. Да вот у нас на втором этаже сидят прекрасные ребята. Для телевидения, да, для кино не факт. Я слышал такое мнение вот на том же Крымской обстале о том, что почему они везут сюда своих специалистов. Может быть, они и рады были бы трудоустроить на время наших, но разница в оплате минимальная. Говорят, что слишком много требует. Смотрите, я вам просто объясню. Я работал на московских площадках, режиссер, который выбирает себе команду, да? Он поручает, например, оператору, он получает своему звукооператору. Каждый из них подбирает ассистентов, к которым он привык работать. Это уже слаженные команды. Ты вводишь сюда нового человека, ты потеряешь, может, съемочный день, который стоит дикие деньги. На том, что те части не работают как надо. Еще не забывайте, что когда мы говорим о раскрутке региональной киноиндустрии, не только в Крыму, вообще в России в целом, да, там есть один нехороший вирус, который не дает развиваться, потому что есть система обогащения или там мотивации, как ее там культурно назвать, чтобы грубое слово не назвать, которая не позволяет развиваться именно качеству. Да вот там написано было на плазме сзади «срубить бабла». Срубить бабла, понимаешь как? Ну, это тоже можно победить, конечно, но это очень серьезная преграда. Это на уровне вражеского, как бы сказать, поля битвы, знаешь. Это надо искорить. Роднянский рубит бабло, если так выражаться, на фильмах Звягинцева, который выигрывает там Медицинский фестиваль. Или там участвует на Каннском фестивале. Ничего плохого в этом нет. Да, громкие названия фестиваля, а в принципе, международный статус российского кино, он есть? Есть. Почему нет? У нас есть крупные режиссеры, которые известны во всем мире. Тот же самый Звягинцев, тот же самый Сокуров, тот же самый Михалков. Это совершенно очевидно. Кончаловский. То есть я вам сходу их перечислил. Сейчас поднимаются новые режиссеры. Андрей, это скорее фестивальные режиссеры, но не те, которые прям снимают пассовые фильмы. Если говорить о Кончаловском, например, он еще в Голливуде работал. Снимал «Танго и Кэш», фильм «Одиссей» снимал. То есть не обязательно это так. Да, фильм «Одиссей» снимал. Да, Кончаловский снимал его. Который шел по американскому телевидению. Поэтому не всегда это так. Но вы поймите еще, что индустрия, которая работает в Голливуде, она работает совершенно по-другому, чем она работает у нас. Поэтому здесь надо говорить о том, чтобы сделать у нас кино здесь для нас для начала. А потом, когда оно здесь выстреливает, оно может выходить за пределы страны. Мы можем успешно продавать эти проекты и в Китае, и в Европу, и даже в Америку. Американский рынок самый тяжелый по проникновению, потому что он самый конкурентный. Но, например, китайский рынок гораздо проще попасть. И наши фильмы, который здесь провалился, фильм «Мафия», он здесь провалился. А в Китае он набрал хорошую кассу, и за счет этого вообще окупился. Вот один из примеров, например. Я с ним здесь полностью согласен. Снимать надо для своего региона. Только выигрыш будет. Если ты умеешь поймать. Есть еще понятие. Мы имеем в виду сейчас Крым или Россию в целом. Мы имеем Россию. Нет, нет. Ментально мы абсолютно совпадаем с Россией. И то же самое про Украину, Казахстан и Белоруссию. То есть постсоветское пространство. Речь идет о том, что у нас есть аудитория 200 миллионов зрителей. Они ментально едины. Можно строить какие угодно границы. Они владеют одним и тем же языком. Андрей, вот я приведу пример. Сейчас близятся новогодние праздники. Что там будут показывать в кинотеатрах? Ну, елки какая-то часть. И все остальное будет американские. Ну, потому что Бекмамбетов оседлал эту тему, и она окупается. Ну, да я не против елок. Я говорю о том, что будет большая часть, львиная доля, это будут американские какие-то фильмы, блокбастеры, комедии. Это неизбежно. Объясню вам, как это работает. Кинотеатральная сеть выбирает то, что соберет большую кассу. И туда попадают три, в общем, проекта. Да, какой-то один наш, типа елок. Дальше вот эта студия-мельница делает мультфильмы детские про Илью Муромца и так далее. Вот эти богатырии серия. И, конечно же, дальше пойдут голливудские блокбастеры, потому что это ту-икенд рождественский, это самые кассовые вещи. Мы не можем конкурировать с игры. Тем не менее, вы не забывайте про инновации. Вот наши ребята, я не знаю, это комедий-клапси, кто это снял «Самый лучший день». Ну, это комедий-клаппродакшн снимает, да. Я сказал бы, что это инновационный подход. Это, как сказать, вот это, помните, реальные пацаны и так далее. Да, это уже в прошлом, они уже отработали свое. Что там в прошлом, они идут? Это, кстати, региональный проект. Я имею в виду, это наш российский продукт, сугубо. Это нигде не переняты. И инновационный в том плане, что это открытая камера, караоке в стиле, знаешь, такое. Ну, господа, есть фильмы, которые снимают, в принципе, на мобильные телефоны, да, и которые тоже очень популярны. Вопрос, вот вы готовы снимать без денег, Андрей? Да, я это и делаю, во-первых. А во-вторых, у меня есть проект, который я хочу продать на ТНТ. Я хочу сделать то же самое, что сделали в Перми реальные пацаны. Мы в студии театра «Киноинсайт» будем снимать сериал, ситком, который будем продавать на крымскую тему, с крымскими актерами будем продавать на ТНТ. А насколько он будет интересен остальным жителям России? А вот мы работаем на этом. Будет интересен всем. ТНТ не купит то, что не будет смотреться всей России. Это 100%. Это если карта ляжет. Это если купит, ага. Это все же подходом бизнеса уже. Я знаете, что я очень сегодняшним вот этим нашим столом, или как его назвать, доволен. Я не знал Андрея. Оказывается, он снимает непрерывно фильмы. У него есть и актеры, там около 100 актеров. И понимаешь, как это же в той сфере, где я как раз начал себя реализовывать, это по созданию инфраструктуры. Это практически 50% сделанной работы, может даже больше. Уже им и не первый год, я так понял. Плюс даже у вас еще и обучающие системы. Конечно, у нас же студия. Обучение. Я знаю, что у вас есть какие-то договоренности с крымскими вузами, касательно того, чтобы каким-то образом приобщать молодое поколение к киношным профессиям. Я короче скажу, а не то, что договоренность у нас в рамках взаимодействия Крымской инновационной платформы, мы со-координаторы вместе с КФУ, мы все время обсуждаем какие-то новые проекты. Среди них было предложено подумать о факультете, допустим, кино. Скажу, почему это не кулек, культ просвет и так далее. Почему нет этого? Потому что там театральное все. Это то, о чем говорил Андрей, что актер киношный, актер театра. А там нет актерской специальности. В Институте культуры у нас нет актерской специальности. Что я и говорю, Андрей. Они не искать актеров. Да, да, да. А здесь кроме актера еще и сценарное мастерство именно для кино. И там, допустим, световик какой-то, инженер какой-то. Вот этой структуры нам не хватает здесь в Крыму. Ну, господа, кино делало небольшое количество людей. Но это должно повести, конечно. Это очень сложно все закрутить. Очень много всяких проволочек может быть. Собственно, поэтому мы обсуждаем эти проблемы. Сейчас скажу фразу, сам в нее пока слабо верю, честно говоря. Но все-таки надеюсь, что когда-нибудь наше кино станет более популярнее, чем голливудское. Вам спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...